Ассаляму алейкум о рахматаллахи ва баракату Когда пророк, когда к нему пришел один человек с вопросом, какое дуа является самым лучшим Что из всех молитв, какое из всех дуа для меня будет лучшим чтобы я мог у Всевышнего Аллаха просить Пророк сказал, саляму алейкум, аль-афият Проси афият В комментарии к этому хадису сказано, что такое афият Это защита, сохранность от проблем этого света и того света Чтобы у человека не было проблем с ризкой, с уделом на этой земле и на том свете В вопросах, связанных с этим дунелом, либо с тем светом Имеется ввиду, чтобы у человека не было нехватки материального материальной нехватки не было Чтобы у него не было проблем со здоровьем Чтобы у человека не было проблем с иманом с пониманием религии и так далее В общем, чтобы этого не было Почему? Потому что насколько человек Он без проблем живет, настолько он бывает доволен своей жизнью Его называют счастливым человеком Насколько он бывает доволен своей жизнью, настолько он доволен Насколько он доволен Кадаром Аллаха, настолько он Аллахом доволен Насколько мы доволены Всевышним Аллахом, настолько Аллах доволен нами Это самое, к чему мы должны стремиться, чтобы Аллах был нами доволен В другом хадисе сказано Аллах говорит, лишает своего раба удела Ахиратского удела или же земного удела Из-за греха, который он совершает Получается, Всевышний Аллах предписал своему рабу Какой-то удел понимания в религии Хорошее здоровье, праведных детей, здоровых и так далее И человек совершает грех И этот грех привязывает тот удел, который Всевышний Аллах ему послал И пока человек не покается, пока человек не изменит обстановку Этот риск, этот удел до него не доходит И так до судного дня И вот один человек, который на джамаат намаз тоже стабильно ходил Который около 20 мидросов он построил На пути ислама очень сильно расходовал Человек, который все время всем помогал Такой добрый, такой хороший человек У него в один момент такие серьезные проблемы начались Вроде бы он на пути ислама расходует А у него все меньше и меньше барахата в жизни Ризика все меньше и меньше Но у него была одна проблема Он любил очень такого опасного одного человека Одного притеснителя Который забирал, отжимал Вот что хотел, то и делал У которого был свой закон Тоже мусульманин Но у него свои правила были Ради того, чтобы у него было нормально на этой земле положение Ему вообще без разницы было Там надо будет избить Забрать, что хотел, то он не делал Зул ему делал человек Был притеснителем И этому хорошему, праведному человеку Сколько говорили С этим человеком дружбу остав Не нужно с ним дружить Аллах его не любит Если ты будешь любить тех, кого Аллах не полюбил У тебя будут проблемы За него переживая говорили Он говорил, нет, он мой друг Он мой брат Мы с ним с детства дружили Он не посмотрел Аллах, что про это говорит Он смотрит на свое личное мнение На свои понятия Нужно до конца идти И так далее, и так далее И тогда Я нашел один момент Когда Ибн Масуд Его назвали Носитель тайны пророка Носитель воды для омовения Когда пророк был в пути в сафари Он был носителем обуви Пророка Когда пророк шел на какой-то маджлиз Ибн Масуд Ибн Масуд Шел впереди Готовил ему площадку Снимал пророка Его обувь И одевал На локте, на руки Одевал обувь пророка И вот так он сидел От него, говорят Исходил самый приятный запах И он, говорят Выглядел Самым У него была самая лучшая одежда Это, говорят Все он делал Из-за уважения К обуви пророка Ибн Масуд Говорит Следующие слова Смотрите Такой очень Важный Такой очень серьезный момент Который в наше время Вообще практически Не практикуется Чтобы мы понимали Откуда все проблемы у нас Чтобы мы не думали Вроде бы Мечеть тоже хожу Вроде бы Зина тоже не делаю Спиртное тоже не пью Курить тоже не курю Рыба тоже не делаю Бухтан тоже не делаю Почему у меня проблема Почему у меня есть нехватка Человек жениться хочет Никак жениться не может Работы хочет найти Никак работы нету В работе у него что-то не получается Вылечиться хочет Никак у него не получается Вылечиться Вот почему Сейчас вот Ибн Масуд Радия Аллаху Ану нам Ответит на этот вопрос Он говорит Человек Находится возле Кааба Между Макамом Ибрахим И между Рукну Сидит Семьдесят лет Он Айбадатом занимается Все пять намазов в Мекке Сто тысяч раз больше Там вознаграждений будет Мы это знаем Он Хилдуры Он все что нужно Все делает Грехи не делает Семьдесят лет Человек беспрерывно Поклоняется Но Он любит Притеснителя Он любит Того человека Такого Разбойника Рекета Который что хочет Который делает Этого человека Говорит Всевышний Аллах Судн Ден Вместе с этим Притеснителем Ада отправит Аллах Его Айбадат Говорит Не примет У нас бывает Такой момент Какого-то там Какого-то человека В Дагестане Который гремел Который забирал Отжимал Такой был известный человек Какой-нибудь Таких немало было Там кого-то убили Он мой близкий был Там фотку показывает Вот говорит Мы с ним вместе ходили Там сидели Это делали То делали Какие-то дела делали Он открыто говорит Что он любит того Кого Аллах ненавидит Того человека Который притеснителем был Этим самым Что хочет сказать Вот я тоже Адский человек Вот Аллах Мой Айбадат Не принимает Почему? Потому что Это есть Недоверие Ко Всевышнему Аллаху Аллах говорит Я этого человека Не люблю А человек говорит Аллах Ты-то в этом вопросе Ошибся Ты-то не знаешь Кого надо любить Кого не надо любить А вот я Этого человека люблю Почему? Потому что У нас так В городе Так круто для нас Чтобы Вот с этим человеком Рядом быть Чтобы Говорят Вот я с ним сидел Он мой близкий друг И так далее Вот другая сторона Другая сторона Вот я просто Вот что хочу сказать Хоть одного человека Вот в нашей жизни Если хоть один человек Есть в списке Тех людей Кого мы любим Там раньше Кого любили И он остался В нашем сердце И он был Протеснителем Это признак того Что Аллах Наш Ибадат Не принимает Потому что Это недоверие Ко Всевышнему Аллаху Кто Аллаху не доверяет Аллах Ибадат Не принимает Вот Другая сторона Пророк Всевышнего Аллаха Но вам даст Правильного имана И правильно верить Во Всевышнего Аллаха Что даст Любовь ко мне Говорит Пророк Салалу Он же честным человеком был Он как есть Сказал Он говорит О посланник Аллаха Я люблю тебя Больше Чем свое имущество Больше чем семью Я готов от семьи Отказаться Ради тебя Я готов от имущества Отказаться Ради тебя Но себя я больше люблю Я о себе думаю В общем Интерес к самому себе У меня больше Чем интерес к тебе О посланник Аллаха Тогда Пророк Салалу Говорит Нет О Умар У тебя иман Говорит Не будет совершенным Полноценным Пока ты не полюбишь Меня больше Чем самого себя То есть Твой джамаат Намаз Твой джихад Изучение Ильма Все что ты делаешь Тебе не даст Полноценных Плодов имана Тебе даст Полноценный плод Имена Любовь ко мне То есть На фоне любви Ко мне Все что ты делаешь Оно Ничего не значит Вот Насколько Насколько важным Является Любовь к тем Кого Аллах Полюбил Почему Потому что Аллах говорит Я этого раба Полюбил И ты его полюби А человек Он его не любит Он говорит Аллах Я тебе не доверяю Вот Хоть ты его любишь У меня У меня другой взгляд Вот Насколько Важным Является Любовь к тем Людям Кого Аллах Любит Поэтому Всевышний Аллах Говорит Я войну Говорит Объявляю Тем людям Которые Объявили Войну Моим Любимцам Каким образом Будто Ненавистью По отношению К ним Или же Высказали О Аллах Плох И так далее Аллах Не говорит Я объявляю Войну Тем людям Которые Намаз Оставили Там Объявляют Тем людям Кто Объявил Войну Кто Не любит Тех Кого Аллах Полюбил Это Есть Отсутствие Доверия Ко Всевышнему Аллаху И вот Наши Праведные Предшественники Салафу Салих Они Жили Этой Любовью Основой Их Религии Их Жизни Вообще Что Было Их Основой Ни Намаз Ни Пост Ни Хадж Ни Ильма Изучения И так далее Это Любовь К Пророку Потому Что Когда Человек Любил Пророка Он Начинал Им Жить Им Дышать У него Были Мысли Как У Посланника Аллаха У него Была Ревность К религии Такая Как Была У Пророка Он Любил Аллаха Так же Как Любил Пророк То есть Весь Взгляд Он Как будто Переселялся У Пророка И он Начинал Двигаться Все Делать Как Он Это Делал И Прошло Время Прошло Время Прошло Время Люди Потихонечку Потихонечку Начали Отходить От Этой Позиции Уже Люди Не Видели Пророка Вот Сподвижники Его Видели Они Все Любили Потом Появились Таби'ины У них Уже Чуть Ослабло Это Появились Таби'и Таби'ины У них Еще Больше Ослабла Любов К Пророку Они Уже Его Не Видели Потом И потихоньку Потихоньку Люди Уже Начали Чисто Рибадатом Заниматься Забыл Об Основе Нашей Религии Это Любовь К Пророку Как В этом Хадисе Сказано По отношению К Умру То что Говорит И Вот Тогда Суфийские Шейхи Видя Эту Проблему Так же Как Имам Шафи Увидел Проблему В том Что Люди Вопросы Фикха Вопросы Столпа Нашей Религии Ислам Начали Неправильно Соблюдать Неправильно Толковать Искажать Он Вел Определенные Правила Которые Называются Усули Фикхи Это Основа Фикха Как Сделать Так Чтобы Мы Не Ошиблись В Уране В Хадисе В Вопросах Второго Столпа Религии Ислам Того Чего Не Было Во время Пророка Салям Такой Науки Вообще Не Был Усули Фикхи Которая Называется Фикхи Которая Называется Зная Что Серьезная Проблема Получилась Что Мусульмане Уже Отходят От Правильного Понимания Именно В вопросах Ислама Он Такие Правила Поставил И Умма За ним Последовала За его Правилами Она Последовала За Кораном И Хадисом Так Как Понял Имам Шафи Ради Ихтияриюм Бывает И Ихтияриюм Бывает Вот Человек Любит Своего Ребенка Любой Это Любовь Ихтияриюм Непроизвольная Любовь Человеку Не нужно Сидеть Думать О своем Ребенке Чтобы Он Его Полюбил Он И так Этого Ребенка Любит Хороший Он Плохой Он Не Может Его Не Любить А Когда Нет Такой Непроизвольной Любви Как Она Была У наших Салаф Ус-Салих Усподвижнику Таби'ину Таби'ину Такие же Как Имам Шафи Ради Аллаху Мучтайдом Который Был В вопросах Ислама Так же Как Абуль Хасан Аль-Ашари Был Мучтайдом В вопросах Имана Были Такие Как Джунайду Багдад Мухаммад Накшубан Абуль Хасан Шазали У Такого Уровня Были Люди Которые Отвечали За Вопросы Ихсана О Сердечном Состоянии Как Нужно Любить Как Нужно Уповать На Аллаха Как Нужно Все Моменты Сердечные Делать И Они Сказали Раз Уже Наступило Время Что У Людей Нет Непроизвольной Любви К Пророку Как Это Было У Салаф Они Сказали Теперь Вы Сидите По Утрам И По Вечерам И Вспоминайте Пророка Вам Две Тренировки В день Этот Момент Называется В Тасауфе Рабит Называется Чтобы Мы Потихоньку Из Этого Уровня Ихтияра Чтобы Пришли К Уровню Ирар Поняли Да Поэтому Если Мы Видим Себя Что Мы Пророка Не Вспоминаем Его Любимцев Не Вспоминаем Это О чем Говорится Мы Вспоминаем Что-то Другое Мы Вспоминаем Деньги Вспоминаем Футболистов Вспоминаем Каких-то Рэкетов Вспоминаем Этот Признак Нехороший Для нас Поэтому Нам Нужно Все Время Стараться Книги Читать Жизн Описание Пророка Так Его Вспоминать Жизнь Праведных Людей Сподвижников Тем Самым Чтобы Мы Думая О них Думая О них Тренировали Своё Сердце И Чтобы В нашем Сердце Была Любовь Пророка Вот Основу Всего И тогда Аллах Наш Ахбада Тоже Будет Принимать Рызка Тоже Нам Будет Давать Дай Аллах Нам Любви К тем Кого Аллах Полюбил Альхамду Ллях Раби Ля Алимин Алимин